Добро пожаловать! Я Елизавета Косякова, ведущая ежедневных новостей из варнинской студии ItGlob. Первая новость понравится всем любителям алкоголя. Возле раскопок древнего монастыря в Лондоне в готическом баре Bombas e Par посетители смогут погрузиться в облако спиртных напитков, где мощные увлажнители сильно насыщают воздух известными алкогольными напитками. Присутствующие спиртные напитки, например, как шар трес-бенедиктин, тропистское пиво и пресловутое крепленое вино с кофеином, Бакфас, были придуманы еще монахами. Если посетители бара почувствуют, что алкоголя, которым они дышат и поглощают через глазные яблоки, недостаточно, они также смогут насладиться традиционной подачей напитков. Правительство провинции Альберта, нефтепесчаной столицы Канады, поставило ежегодный лимит в 100 мегатонн на выбросы парниковых газов, поступающих от промышленной добычи бетуминозного песка. На индустрии добычи бетуминозных песков Альберты приходится примерно четверть выбросов парниковых газов провинции, или около 70 мегатонн в год. Это означает, что новый лимит в 100 мегатонн дает сектору некоторые возможности для развития. Этот новый подход является частью большого плана климатического лидерства провинции, который также направлен на устранение загрязнений из угольных источников электроэнергии в 2030 году и на значительное расширение схемы углеродных платежей Альберта. А третья тема наших новостей о кулинарном состязании Васёку в Японии, прошедшем 23 ноября. Уже третий год японская традиционная кухня Васёку предлагает плац для иностранных шеф-поваров, желающих показать кулинарное мастерство. Судьи оценивали конкурсантов по их кулинарным навыкам и степени совершенства их блюда. Десять поваров Васёку из девяти стран, которые прошли предварительные просмотры, приняли участие в финальном конкурсе приготовления японской пищи. И победителем третьего японского кулинарного состязания Васёку World Challenge стал шеф-повар Гонзало Сантьяго Баутиста из мексиканского ресторана Сантори Ломас. На этом всё. Вы можете узнать больше наших новостей на сайте itglobe.ru. Спасибо за просмотр и до завтра. Продолжение следует...